Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Мы обычно пытаемся повторить какие-нибудь изделия известные или чужие рецепты делаем. Сегодня хотим вас познакомить с нашим личным рецептом, который придумала и разработала Лариса. Это наш авторский хлеб. Хлеб очень вкусный. Из всех тех видов хлеба, которые вы можете найти у нас на канале, именно этот хлеб мы готовим повседневно, практически каждый день. Хлеб мы не покупаем в магазинах уже два года и вас к этому искренне призываем, потому что, ну, когда привыкаешь к домашнему хлебу, мы недавно вернулись из путешествия, приехали поздно, хлеба не было и заехали по дороге, Лариса купила какой-то там такой серый хлеб, в общем, дорогой, достаточно красивый на вид, а на вкус это просто была какая-то резиновая параша, простите меня, пожалуйста. Поэтому сегодня наш авторский рецепт нашего домашнего хлеба, как всегда, простой в приготовлении. И давайте я вам вкратце расскажу, что нам понадобится. Мука, это, забыл сказать, да, как обычно, текстовый рецепт и все ингредиенты из расчета на одну буханку, вот на такую вот формочку, вы найдете в описании видео. А я рассказываю для наглядности. Мука пшеничная высшего сорта, мука цельнозерновая и мука ржаная. Готовим мы наш хлеб из трех видов муки. Также нам понадобятся сухие хлебопекарские дрожжи, сахар и соль. Ляные семечки, вот такие вот штуки продаются в отделах специй на базаре. И чищенные подсолнечные семечки, прожаренные, прожаренные для вкуса. В первую очередь, естественно, растительное масло и вода. В первую очередь надо регидрировать дрожжи. Для этого воду температурой 38, 36-38 градусов, правильно, Ларис? 36-38, что-то я запутался уже с температурами. Возмешиваем сахар до полного растворения. Рассыпаем по поверхности дрожжи, вот таким вот образом. И даем им регидрироваться или регидратироваться, или попросту намокнуть в течение 2-3 минут, чтобы они у нас не взялись комками. После того, как дрожжи осели на дно, добавляем сюда соль, ляную семечку и подсолнечные семечки. Лариса, подай мне еще ложечку. Все три вида муки смешиваем в одной емкости сухой ложечкой, иначе будет катастрофа. Начинаем постепенно вмешивать муку в наш стартер. Нанесу, и немножко. Пока это возможно, замешиваем все ложкой. Я, кстати, сейчас первый раз готовлю тесто на хлеб, поэтому не обессудьте, что у меня все в муке вокруг. Добавляем в тесто 2 столовые ложки растительного масла. И так как уже ложкой вымешивать стало невозможно, начинаем вымешивать тесто руками. У Ларисы, конечно, это получается значительно лучше, но всегда надо пробовать. Вымешивать надо долго и тщательно, минут 8-10. Вот, Лариса доверила мне такое важное дело. Теперь будет кухню от муки вымывать. Но надо же мне научиться месить хлеб. И я научусь это делать. В общем, друзья, я его сейчас буду вымешивать. Буду вымешивать честно сам. И как только тесто полностью вымешаю, вернусь к вам. Вымесил я тесто. Для того, чтобы тесто не приставало к рукам, немножко смазал руки тоже оливковым маслом. Получился вот такой вот колобочек отличный. Тесто эластичное, как видите. Оно не крутое. Такое достаточно эластичное. Лепим вот этот вот колобочек. Накрываем пищевой пленкой. И оставляем подходить на полтора часа при температуре 28-30 градусов. Сейчас на улице лето, поэтому такую температуру обеспечить достаточно легко. Если печете хлеб зимой, то тоже очень просто. Включаете секунд на 30-40 нагрев в духовке. Выключаете нагрев и помещаете туда тесто. Духовка немножко разогревается. И как раз работает отлично для расстойки теста. Итак, друзья, увидимся через полтора часа. Через полтора часа тесто подошло. Как видите, увеличилось в размере раза в два с половиной, наверное. Надо подготовить форму для запекания хлеба. В принципе, его можно делать и круглый, без формы. Но в форме он получается, на мой взгляд, значительно удобнее и практичнее, скажем так. Вот резать его к столу. Форму смазали растительным маслом. Теперь надо немножко обмять тесто. Для того, чтобы оно не липло к рукам, руки можно тоже смазать растительным маслом. Формируем тесто в такую вот колбаску. И выкладываем его в форму. Приминаем так, чтобы тесто максимально, ну как бы не максимально, а ровненько распределилось по форме для запекания. Вот примерно так. Для красоты сверху можно присыпать мукой. Но это не обязательно, это делается опционально. Будет такая как бы присыпочка. Накрываем тесто пленкой и оставляем при температуре 28-30 градусов еще на полчаса, чтобы оно подошло. Хлебушек подошел, как видите, он полностью заполнил форму. Отправляем его на выпекание. Выпекаем в духовке при температуре 200 градусов в течение 30 минут. Через 30 минут будем доставать. Через полчаса хлебушек готов. Извлекаем его из духовки. Какая красота получилась. Теперь извлекаем из формы. Помещаем на решетку для равномерного остывания. И накрываем сверху хлопчатобумажной тканью. В нашем случае полотенцем. Подождем, пока хлеб полностью остынет и будем дегустировать. На следующее утро хлебушек полностью остыл чуть-чуть. И можем его разрезать, попробовать. Так, начну с горбушечки. Чик. Горбушечка самая вкусная в этом хлебушке. Хочу вам показать, друзья, но сам батон, понятно, хочу близко показать разрез. Посмотрите, пожалуйста, какая фантастическая структура у хлеба. Ну и, конечно же, вкус. Именно из-за вкуса этот хлеб стал повседневным хлебом в нашей семье. Это нечто. Он настолько вкусный. Немножко сладковатый. Семечки львы и подсолнечные придают ему, вот особо оттеняют. Если помните, в годах 80-х был кирпичик такой вот обычный, сельский. Вот этот хлеб немножко похож на кирпичик, но он немного более сладкий. Ну, на мой взгляд, и на Ларисы тоже, это number one. Поэтому, дорогие друзья, с удовольствием с вами делимся рецептом нашего фирменного домашнего хлеба. Можно так сказать, авторского, потому что этот хлеб, как я уже говорил, мы не повторяли никакой рецепт, а просто Лариса подобрала соотношение и сама придумала этот рецепт. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Обязательно делитесь нашим видео, делитесь в социальных сетях, делитесь с друзьями, чтобы как можно больше людей перестало покупать ту дрянь, которая называется хлебом и продается в магазине. И начали печь свой домашний хлеб. Это просто. Пока вы готовите суп на ужин своей семье, вы можете совершенно спокойно испечь 2 буханки хлеба, которые, ну, вот нам 2 буханки хлеба хватает на 5 дней, допустим, на 5, на 6, иногда на неделю. Поэтому, ну, ничего сложного нету, совершенно. Пеките хлеб, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, а мы поехали для вас снимать что-то новое. Всего доброго, пока.